Всем привет! Здесь Майк Уайс и Маша Новая. Да-да-да, именно здесь, именно сейчас, в 6 вечера, как всегда. Да, начинаем наш вечерний эфир и по традиции мы приглашаем к себе в студию гостей, так или иначе, связанных с юмором. И сегодня у нас в гостях капитан команды КВН «Уездный город», также комедийный актер, телеведущий, шоумен Сергей Писаренко. Сергей, здравствуйте! Привет, привет, привет! Как настроение? Вообще, я в шоке просто. Я, во-первых, никогда не слышал о таком имени Маша Новая. Маша Новая, а где старая? Вопрос хочется задать, где старая Маша? Ее еще нет, она еще не родилась. У нас Маша Новая, я не знаю, кто был на нее. А Майк? Майк Войс, как голос. А, Войс, Майк Войс. Ну, прекрасно. Тебя сложнее запомнить, заметь. В компании мне хочется, не знаю, Сергей Сивый. Сергей Сивый. Сергей Глыба. Сергей, Миша и Маша. Сергей, Миша и Маша. Да, все просто. Прекрасно. Слушай, ММС, получается, Миша, Маша, Сергей. А может быть, МСМ? Тут как посмотреть? А я смотрю, вы любите аббревиатуры, да? Аббревиатуры просто обладать. Короткие названия. Так, Сергей, мы, собственно, в нашем вечернем эфире обсуждаем о том и говорим о том, как относиться или как научиться относиться к жизни с юмором. Есть у вас какой-нибудь секретик такой, который вам помогает? Относиться с юмором к жизни. Да, к жизни. Я дополню Машу обязательно. Все-таки время, вы знаете, куча проблем, суета. Москва, огромный город, мегаполис. Все в чем-то вот озабочены, какими-то проблемами своими. Вот, а как просто свысока возвыситься и вот сделать вот этот масштаб и смотреть на все весело, классно и с позитивом. И с улыбкой, самое главное. Слушайте, вы знаете, я вспоминаю смешную историю о том, когда семья попала под хулиганов. И такие хулиганы, бандиты напали, а была теща, жена и муж. И они, их заставили делать разные совершенно неприличные вещи. Вот. И вот издевались над ними, издевались. Вот. И потом, когда они оттуда ушли, они в машине, униженное абсолютно состояние. Вот. И муж говорит, да я на самом деле-то не делал то, что они просили, только изображал. Жена говорит, да и я притворялась. Теща говорит, а я вообще на самом деле выходила в этот порядок. Понимаете? И вот это состояние, я вспоминаю, то есть тоже самое жесткое время, вот, 90-е годы, когда мы попадали под какие-то замесы еще мальчишками, и у нас забирали деньги там и так далее и тому подобное. Единственный выход это было поржать над самими собой, как мы боялись наших старших хулиганов и так далее. Потом ржали друг над другом, вспоминали, тыкали пальцем, кто из нас больше испугался. О-о-о. Невероятно, то есть отключает, абстрагируешься от проблемы и смотришь вперед в конструктивную историю, потому что этому посвящено целое направление психологии, по-моему, называлось дианетика. То есть травмирующие события нужно столько раз прокрутить и столько раз проговорить и вспомнить, что невольно начать ржать над ним. Понимаете? Это вы, скажите, вы рассказывали, как бы давали об этом лекцию. Вы же как раз-таки закончили Магнитогорский государственный педагогический институт, и вы кандидат педагогических наук, преподавали психологию. Я хочу сказать, сегодня днем я читал лекцию в МГИКе по предмету психологии массовой коммуникации. Юмор там был в эмоциональном компоненте как отдельное направление. Можно ли его использовать в рекламе. Как отдельное составляющее. Отдельное составляющее. И там уж я выкладываюсь на полную, рассказывая о том, как возникает шутка, и как важно попасть в возраст, в гендерный и так далее. Ой, Сергей, давайте не будем сейчас сразу же все секретики наши раскрывать, а сделаем это сразу же после музыкальной паузы. Друзья, дальше только интереснее. Маша Новая. Да, Майк Войс. И, конечно же, Сергей Писаренко. Как мы договорились перед этим? Сергей Квыльба. Сергей, Маша, Миша, все просто. Все здесь. А вот, кстати, песня сейчас пелась «Будь оригинальным, бро, систа». А как в наше время быть оригинальным? Вот как, собственно, можно выделиться среди всех других ярких людей? Очень просто. Надо в 40 лет сесть на мотоцикл. Как это сделал ваш покорный слуга? О, так, так, поподробнее с этого места. Вернуть регулярные посещения зала бокса, чтобы выглядеть нормально, как ребята. Сергей, я здесь ставлю свои 50 копеек. Я сижу чуть дальше на полметра от вас, чем Маша, потому что я знаю, что вы кандидат в мастера спорта по боксу. Прошло. Мало ли что, неудачная шутка, я поэтому хоть как-то успею уклониться. А я девушка, мне ничего не страшно. Это ошибка, начиная абсолютно мнение. Никто, как вот, никто другой, как боксер, никогда лишний раз не ударит человека. Это вот, поверьте мне, это только, как выражается у нас, только лохи могут позволить себе оголтело раскидываться кулаками и кричать сейчас себе морду наобью. Боксер знает, что за этим стоит. Вот, поэтому он лишний раз не сделает этого никогда. Как мне говорят наверху, камера уже выстроена, я двигаться не буду. Это в клетке с тигром. Да, 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 поэтому сиди и бойся. Нет, нет, у меня сегодня еще впереди тренировка, я экономлю силы, поэтому все хорошо. А вот интересно, вот эти навыки боксерские вам пригодились как-нибудь в жизни, но не по назначению, а, например, в игре в КВН? Слушайте, только себя. А, в игре в КВН, и не только, буквально вот в начале недели были съемки одной, съемки юмористической программы, в которой мне нужно было сыграть тренера по фитнесу. О! И мне режиссер сказал, а что ты можешь делать? Ну, можешь что-то делать вообще на сцене? Я вышел, сделал стоечку йоги на коленке, то есть я беру все это, и из нее вышел стойку на голову, сразу же, не касаясь земли, потом снова налил локти и спокойно встал. Там зал был 4000. Извините, не каждый сможет. Крик, нифига себе кричали женщины в зале. Это не 18 лет сделать. Это не 18 лет, поверьте, я не хочу сказать сколько, но я скажу честно, что у меня уже есть 40. Вот, поэтому женщины в зале скричали, повернулись своим мужьям и сказали, а ты лох, так можешь? Сергей, Сергей, продолжая тему, а ты-то лох, так можешь? Для меня очень, Маша, актуальный вопрос, я не могу не воспользоваться случаем. Сам планирую себе байк. Какой стиль? Что это? Это спортбайк. Это что-то другое. И самое главное, что говорят в семье. Наверняка со скепсисом каким-то отнеслись, мало ли что, травмоопасно. Я могу сказать одно, то есть в моей жизни, то есть сам вид байка выбирала женщина. Серьезно? Которая и потом должна была сесть вторым номером, потому что, то есть то, что ей не страшно, это очень важно. Это какой-то круизер, наверняка. Круизер. Да ладно. Голд Винг. Но я знал, что это Хонда. Это Хонда. Хонда, Голд Винг, на дальние расстояния, там поменены все динамики, все вот так вот, на все улицы играет. Сергей, ну вы сегодня к нам вне... С ним приехали, скажите, на нем? Вы знаете, если бы я приехал сегодня на нем, я сейчас выглядел бы не так, немножко бы волосы так в сторону, красное лицо. Потому что я не люблю по городу есть гермошлеми, у меня, естественно, то есть я надеваю бейзболку. Да и на нем можно, понимаете. Да, но сейчас как раз погода позволяет. Прекрасно. А вот, кстати, то, что женщина выбирала, кто у вас в семье главный все-таки, жена или вы? Я стержневой мужчина. О-а-а. Я в семье не могу позволить женщине верховодить, потому что верховодить – это значит нести ответственность. Вот. Поэтому я как мужчина в первую очередь несу ответственность, и поэтому позволяю себе завершающее слово. Но так как моя супруга самостоятельная и абсолютно в социальном смысле человек достаточно высокого статуса, вот, есть вещи, которые мы обсуждаем так. Хорошо, давай поговорим. Ну, что я... Вот. А есть вещи, когда я говорю, нет, будет так. Все, и прямо сейчас будет реклама, да, Сергей? Реклама? Реклама. Реклама. Все, как Сергей сказал, так и будет, да. Сегодня у нас замечательный гость Сергей Писаренко. Маша, на лабутенах есть только ты, а штаны есть у всех. На лабутенах? Ну нет, у меня тоже не лабутена, ладно. Так вот, если говорить о лабутенах, красные каблуки только у меня. А мы в тренде, кстати. Подождите, 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 подождите. А вот интересно, а следите вообще за модными трендами? За модными трендами? Да. Нет, есть линия, которая всегда мне нравится. Я очень люблю обувь Прадо. И кеды, особенно Прадо. То есть я одеваю... Последняя моя наглая выходка, я купил себе смокинг, абсолютно такой, по-моему, от Хьюго Босс, вот. Но он без заката, он такой со стоечкой воротничок. Да все не броско, конечно, Хьюго Босс. Стофли, белая рубашка и вот такие галифе. Штаны под них, которые здесь вот просто обтягивают икры. Там дальше гольфе. А отсюда галифе. И внизу были черно-белые кроссовки. Марку называть не будем. Ну не будем, ну а что, реклама? Не будем, конечно, Прадо. Кеды Прадо были. И вот этот совершенно по пояс классический человек, внизу галифе и кеды. То есть, и когда я приехал на один из эфиров к Малахову, все на меня так... Но зато вы выделялись. И знаете, где еще появился в этом модном приговоре? И вот тогда ведущий модного приговора... Что он сказал Александр Васильев? Он вас похвалил за этот образ? Васильев сказал, Сергей, у нас просто... Но самое было приятное, что на меня обратила внимание Евелина Хромченко. То есть, например, это вообще женщина, которая мне нравится. То, как она вообще одевается и подает себе все. И она сказала, а вы, Сергей... Причем она не прямая, она просто говорит, а вы похудели. Вы знали, вы знали, как правильно воспользоваться таким нарядом. Я бы тоже пошел только к Малахову и к Зайцеву. Куда еще ходить в таком галифе. Конечно, это самое приятное. Там это оценят сразу. Сергей, ну а вот костюмы. На самом деле, у вас же очень яркие, неординарные, оригинальные костюмы были у лесного города. Да, именно сценические. И мы до сих пор сохраняем это. То есть, у меня оранжевый смокинг с желтой рубашкой с желтыми туфлями. Ваш образ до сих пор вместе с вами. Потом, естественно, то есть, есть просто клетчатые шотландские штаны с желтой рубахой. То есть, Женечки розовые, вязаные. Скольких уже этих жилеток связали розовых, страшно подумать. Просто кепка клетчатая. А то есть, они меняются постоянно? Конечно, ему вяжут каждый год. Мне шьют новую рубашку. Ну, и вот это все уже так скоро потом. Это какой-то один профессионал по вязанию. Кто-то вот сложившийся уже человек для вас. Женщина. Евгению вяжет женщина, которая бесконечно влюблена в него. А мне шьет кутюрье Алексей Залевский. Прекрасный. То есть, я, видите, в последствии своих мужских качествах, я не знаю слово кутюрье. Ну, дизайнер, дизайнер. Портной, портной Залевский шьет нормально. Красавица. Можно ходить, можно. Гориффи, черт, не он шел. Это я купил где-то в Италии. А мне вообще интересно, вот эти костюмы, яркие образы, как они родились, как они к вам пришли? Вы знаете... Спонтанно или вы прям продумывали? Я вообще, то есть, со временем осознал, то есть, насколько архетипичны эти три образа, если вспоминать Юнга, вот, они вытекали изначально, все вот наши четыре образа вытекали прямо из каждого двора. Из жизни каждого человека. То есть, этот ботаник пухленький, который в каждом дворе, то есть, абсолютно... Из каждого уральского двора. Да, из московского тоже. Здесь тоже в каждом дворе ботаник, в очках лупарь, протер, мультиш, подзатыр. Не в том дворе я рос, Сергей. Да, и в том же дворе, и в том же дворе есть Саша, который там болельщик Динамо Москва с голубыми полосками. В том же дворе есть Октябрёна Каркаша, хулиган, разгильдяй полный, вот такой. И, естественно, такой полубандит, хулиган заводила, то есть, Серёга. А вот какие образы ещё есть, Сергей, мы сразу же после маленькой музыкальной паузы продолжим. Совсем неодолго. Совсем неодолго. Ну что ж, вечер юмора, интервью с комиком у нас на телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжается здесь, Маша новая. Да, маайк-войс и... Сергей, конечно, Сергей. И Заренко. Вместе с нами. Ну, блин, ну, ладно, хорошо. Мы уже разобрали все новые тренды. Каков красный в этом сезоне. И галифе, и прочее, прочее. Я хочу... Маша, вообще, я смотрю просто «Спартак». Если мы сейчас начнём разговор о Маше, Сергей, это несколький. Это бесконечно. Будет ощущение, что мы два ведущих, Маша, пришла к нам в гости. Абсолютно верно. Можно будет делать рокировку. Сергей, я хочу вернуться к юмору. А, давайте, поднёмся. Ну, как-то серьёзно вообще. Сегодня, да, да, да. О юморе, да, всегда серьёзно. Я с серьёзным лицом буду говорить о юморе, Сергей. Отлично, вот эти три морщинки на лбу. Самое то. Выдают во мне зачатки интеллекта. Сергей, сейчас всё-таки у поколения моден интернет. Ютуб, войны, хайпы, все вот эти дела. Ваша возрастная уж, простите меня, категория, вам чуть-чуть, за 40 мы договорились перед эфиром так и говорить. Скажите, какое отношение у вас ко всем этим новым веням? Вы знаете, после знакомства с Бузовой... Спасибо, Сергей. После знакомства с Бузовой... Мир перевернулся. И по словам к совместному спектакля, я понял, то есть, какая-то вообще машина. Диджитал. Вот. В нашем университете некоторые из наших студентов защищали дипломы по теме рекламы в диджитал и так далее. Они абсолютно уверяли нас, что это бомба, и телевизор уже рядом не стоит и так далее и тому подобное. Вот. Но когда Оля нам продемонстрировала, и по ее пост... Сергей, я хотела бы здесь вот вкратче узнать, продемонстрировала, что вам Оля? Оля продемонстрировала действие рекламы на ее страничке. Ее пост собрал два театра эстрады. О-о-о. На спектакль. 8 марта. Сильно. Один спектакль за другим. Два полных зала. Скажите, вы именно для этого пригласили Ольгу в свой спектакль? Ольга, во-первых, Ольга сама сказала. Я, когда она увидела первый раз спектакль, она смотрела его из зала, она сказала, «Я хочу играть в таком смешном спектакле». И через некоторое время ситуация просто так подвернулась, что Маша Горбань, она просто не смогла по занятости... А, до этого была Маша, правильно? Маша Горбань была, да. Она не смогла по своей занятости дать какие-то даты. Продюсер говорит, давайте создадим еще один состав. То есть возьмем еще одну. И Маша расстроилась, так сказала, «Либо я, либо Бузова». И Маша исчезла. Это делали не мы, мы не берем именно такую ответственность на себя брать, естественно, не согласились. Давайте напомним зрителям, о каком спектакле сейчас идет речь. Речь о спектакле «Мужчина на расхват». Это одна из самых смешных комедий последних сезонов. То есть играю я, Евгений Никишин, мой коллега Антон Лирник, дуэт имени Чехова, и Ольга Бузова. Сергей, самый важный вопрос здесь же. Когда, где, куда идти ломиться после передачи? Только что сыграли 15-го числа в Москве, друзья. Но 30-го мая мы сыграем его в Петербурге. А 21-го мая мы сыграем его в Воронеже. А вчера сыграли его в Сочи. Ну что ж, дорогие друзья, 6 сапсанов в день ваши. Отлично, всех жду в Петербурге. Огромный зал, все, всем в зале. От Ольги Бузовой подарки и шампанское. Она женщина богатая, можете позволить. Сергей, скажите, после знакомства с Ольгой Бузовой, как-то в ваших социальных сетях наметились какие-то перемены? Во-первых, вообще, может быть, жизнь изменилась. Знаете, у некоторых жизнь меняется после знакомства с Ольгой. Понимаете, когда просто она берет, выкладывает тебя у себя на страничке, показывает, с кем она играла спектакль, и у тебя вдруг среди подписчиков плюс 3000. О, это приятно. Это бред, и говоришь, ты, ого, говоришь ты? Ах ты, о чем, ну как? А мы еще можем? Да, и стараешься, ну то есть, и стараешься жить этим. Потом она научила нас использовать сторис. Во! Да, это просто оказалось тоже отлично, великолепно. Я сказал, что с нашей страничкой, что с сайтом. Его быстренько начали оживлять, и страничка в Фейсбуке все заработала. А давайте мы прорекламируем сейчас вашу страничку в Инстаграме. Наши зрители и слушатели, кто может быть еще не подписан. Это уездный город, на страничке прям есть, а есть моя личная, Сергей Писаренко. Вот заходите, там очень много веселых вещей происходит. Даже не только со мной, но и с моим коллегой Евгением. Мы ржем всегда, какие-то вещи выкладываем. Ну то есть вы сейчас на волне с молодежью, и молодежный сленг вам вообще как знаком? Да, абсолютно солидарен, абсолютно с ними на одной волне. Всегда есть о чем поговорить со студентами, обсудить, что там в Ютьюбе вывалили нового и так далее. А вот как раз есть у меня по этому поводу маленькое задание для вас. Давайте попробуем. Задание? Задание. Задание. Я вам сейчас буду называть всякие современные словечки из молодежного жаргона. А вы должны будете расшифровать, что это значит. Вот мы проверили. Позвонок другу. Нет, на одном ли языке вы со своими студентами. Сергей, здесь единственный ваш друг я, потому что я это тоже не видел. Все, Мишенька. Давай, Мишенька, помогай. Сигнальте мне отражением от прически. Вот так. Вейпер это кто? Вейпер. Вейпер. Ну, вейп это электронная сигарета. Так, соответственно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, это очень просто. Браво, бинго. Один лайк вы уже заслужили. Ставим. И этот лайк прямо у меня в паспорт. Да. Пожалуйста. Это была разминка. Теперь изи. Слышали выражение у Гнойного? Изи, изи, реал ток. Изи. Изи. Изи, калд, вэл. Изи. Вы спите инглиш? Изи? Да, литл. Изи? Литл бит. Изи, изи. Блин, изи. Ну, может, это изик. Может, это еврейское имя? Изя? Изя. Обращение к еврейскому правительству. Изя. Дорогой Изя. И он говорит, изя. Далеко. Далеко берете. Далеко. Так, изи, калд, вэл. Ближе и... Изи. Проще. Ну, помогай. У тебя, кстати, идеально с английским. Помогай, Миша. Изя, изя. Изя по-английски как проще. Проще. Изи. Би изи. Изи, изи, бэйби. Изи. Вот, ребятам расскажите потом. Вы же, мы же сейчас не английский изучаем. Нет. А именно терминологию. Сленг. Сленг. Многие, многие... Слышите английское слово. Listen and repeat. Окей. Я вам скажу, очень многие словечки пришли к нам именно из-за английского. Не все. Ну, не все, конечно. Нет, естественно. Итак. Давайте, допустим, слово апорт. Апорт. Когда ты рисуешь собаку, откуда пришло? Откуда, кстати? Французское слово. Апорте. 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 Принеси. Понимаете? Очень много этих слов. А вот следующее слово. Знаете, что такое? Пин ролл. Пин ролл. Пин ролл. Пин ролл. Как думаете? На меня не смотри. Я показываю лысину, Сергей. Пин ролл. А ты сам не знаешь, потому что... Подождите. Пин. Есть пин-код. Пин ролл. А давайте вдвоем. Как вы знаете, на что, где, когда. Да. Сергей, пин. Я знаю, есть пинарт. У вас есть 10 типов время. Да, отлично. Когда расписывают картину пинарта. А еще и ролл. Есть суши ролл. Ролл. Это что-то скрученное. Ролл, я знаю, заверну. Это ролл, да. Ролл. Что-то. А пин? Пин булавка. Еще у нас пин. Ну, кстати, Сергей близок абсолютно. Ролл. Что мы заворачиваем? Рыбу мы в рис заворачиваем. Что мы заворачиваем? Деньги мы заворачиваем. Задачку от жены. Что еще? Ты далеко уже? Кот заворачиваем. Пин, Эппл. Пин. Это что-то модное. Заворачивают что? Обычно мужчины? Заворачивают. Разговор? Под рекламу. Не знаю, что. Нет, это не подводка. Не подарок? Не подводка. Не подарок. Заворачивают мужчины. Вот вы к ноге прям уже приблизились. К штанам приблизились. И там машины. К машины, что ли? Пинрочно. Вот это вот, когда подворачиваю. Отлично. Это подвернуть. Буквально позавчера ходил в таких брюках, я понимаю, это пинрол. Подождите, но это не диджитал терминология. Это просто молодежный слайд. Я напоминаю тему нашей сегодняшней телепередачи. Я расширю рамки сознания сейчас. Давайте что-нибудь простое тогда, Сергей. Вы запомнили пинрол, правильно? Пинрол я запомнил. Предыдущее слово было изи. Да давайте любое, мы дойдем сейчас. Мы уже тренировались. Давай, лойс. Лойс. Что такое лойс? А слово лох? Это не ехотеринбургский. Это может быть все же. Не уральский. Лойс. Тоже английское слово какое-то. Ну, естественно, как же. Лавистрал. А на что оно похоже, кстати? Лойс. На лося. Лоу. Маленький. На лося. Лоу. Лойс. 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 Лойс это лось. Он какой? Что ему хочется за это поставить? За то, что он такой классный, красивый. И? Значит, лойс это то же самое, что и лайк. Что и лайк. Да. Молодцы. А почему лойс, а не лайк? Ну, вот потому что. Не я составлял эту викторину сервис. Просто в это сидели. Я хочу сказать, не подумали. А что это мы долго говорим лайк? Лайк надоело. Как-то надоело. Давайте лойс. Что-то еще поставь мне лойс. О, лойс. Да. Я вам скажу. Реально, это намеренное искажение известного сегодня практически каждому пользователю интернета понятие лайк. Надоело. Когда оно появилось, мой? Сколько ему дней? Часов? Нет, ну на самом деле уже достаточно. Она сама придумала перед передачей. Я же знаю ее. Я вижу, она хитро улыбается мне. Ну что вы. Ну ладно, последнее тогда. Эшкере. Эшкере. Причем, знаете, мы снимали серию роликов, называется «На защите душевного отдыха». Мы спорили, когда был спор поколений, я играл такой старшот, я ему говорил, что рыбалка. Мы стояли прямо на мосточке, я забрасывал удочку, он говорил, смотрите, Сергей, какая штука, спиннер. Я говорю, что это? Он говорит, спиннер. Я говорю, мужчине настоящему спиннер не нужен, мужчине нужен спиннинг. Да, да, да. Понимаете, вот забрасываешь спиннинг в воду. И совсем другое дело. И жизнь такая классная. Он говорит, я говорю, что ты мерзнешься, если на такое морозное утро? Говорю, на, бушлатик, с агрессией. Молодежь пошла дохлая такая. А он так и просел под этим бушлатом. Он подел, говорит, это чей, говорит, это Пересвет или Челумбея бушлат на вас? Я говорю, Александр Васильевич. А Слябель? Он говорит, того самого, говорю, Суворова еще. И вот Хованского я там долбал, говорю, вы сидите у экранов, только смотрите на экран, а жизнь живая рядом. Вот она, природа. Женщины с большими, большими глазами. Да. Огромным размером ноги и так далее. Что вы смотрите в экран? Живые. Живые. Вот уже рука чипсов оранжевая. Живот вот такой. С волосами. Вы его на нем ставите. И Хованский говорит, а вы, я говорю, а вы, смотри, в прекрасной форме поколения нашим с удочкой. И вот пять роликов мы сняли на эту тему, ржали с ним. Все довольны. Ну а как вообще вы к молодому поколению относитесь? Вот к молодым блогерам и так далее. Вы их осуждаете за то, что они непонятно что снимают? Или поддерживаете? Как состарила Сергея прям сразу. Как к молодым относитесь? К молодым относитесь. Ну, раз уж такой был ролик, да. Я на самом деле отношусь к любому абсолютно искусству и к увлечению очень благодатно. Если только это не мешает мужчине быть мужчиной. Девушке оставаться в хорошей форме и так далее. Потому что PlayStation и так далее, я смотрю на пацанов, некоторые уже все осели. Такое вот животное, какие-нибудь там 19 лет. Вот эти вот рука только может мышку двигать. Что-то где-то смотрится. Сергей, давайте расстанемся мужчинами. Мы живем только в игре Counter-Strike. Дисциплинированно уйдем. Послушаем музыку и вернемся. Хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях Сергей Писаренко. И вы, кстати, еще можете успеть задать свои вопросы. Заходите в нашу социальную сеть, в нашу группу ВКонтакте. И самое интересное, мы обязательно сегодня зачитаем. Сергей, сейчас настало время. Внимание, рассказать о всех ваших проектах, которые, собственно, сейчас актуальны. Ну, и по-прежнему напоминаю, мы ждем на спектакле «Мужчина на расхват». Мы заканчиваем в мае месяце съемки кинофильма «Задорное кино». Рабочее название «Задорное кино». Сценарий, который написал еще Михаил Задорнов. Покойный, прекраснейший юморист и сатирик. И вот в память его мы заснимаем этот фильм. Он выйдет на экраны, обязательно выйдет. Я думаю, либо осенью, либо к Новому году. Я только хотел сказать, в мае закончили съемки, а ждать его на экранах осенью. Осенью, либо к Новому году. То есть мы надеемся, всем понравится. Приоткройте завесу тайну хотя бы о чем, жанр. Вы знаете, это вот именно в стиле Задорного, того самого, с подсмыслами, с намеками. Он сам собирался сыграть в этом фильме «Президента Америки». Вот. И хоккей. Не мудрено. Понимаете? И поэтому, то есть это комедия и с приятной памятью о замечательном человеке. Сергей, вот к нам пришел очень-очень интересный вопрос. Сергей Писаренко в 2000-х годах и сейчас. Это разные люди? В 90-х и сейчас разные люди, однозначно, потому что я выходец из рабочего городка, из достаточно такого жесткого городка. В 2000-х, наверное, я как раз изменился, защитил диссертацию в 2002 году. Это был первый слом. Потом началось творчество, гастроли, и окончательно, то есть уже переродился. Я постоянно перерождаюсь. Последнее перерождение – это вот уже такая театральная работа. И сейчас уже у нас… Мы два спектакля играем, два уже готовим, и мы опять переродились. Это еще приятно. Сергей, мы говорили только об одном спектакле, а второй спектакль – это? Второй спектакль готовится сейчас. Называется «Трое на качелях». Я играю уже с Ириной Алфеоровой, народной артисткой России. И Юрий Николаевич Чернов, народный артист России. И Александр Тютин. То есть это три монстра, среди которых я единственный выпускник, так сказать, школы Немхат. Угу. Ну вот. И мне очень волнительно и очень приятно. Я поясню нашим слушателям и зрителям. Монстра, конечно, в образном смысле этого слова – это просто глыбы. Это глыбы, но очень хорошие, добрые люди. Да, а вот интересно, будет ли еще дальше какое-либо перерождение? Сейчас вы больше в актерскую стезю, да? Может быть, дальше в продюсирование или в режиссуру. Думали на этот счет? Вы знаете, меня склоняет к тому, чтобы я участвовал в сценарных работах. Да, как автор, да? И моя дочь собралась поступать во ВГИК на драматургию, сценарную работу. Вот. И мне моя супруга говорит, «Ты же не будешь скакать всю жизнь по стране! Ты же не будешь постоянно!» Займись, посмотри, вот, ты же придумываешь хорошо, давай, начинай уже, брось прыгать. Я говорю, ну сейчас, как только я устану. Да. А навыки уже есть. Да, да, всегда мы. И он, конечно, кончит ГИК, уже мне руку, ручку вставит и глаза. И мы начнем. Вот. Но пока ноги несут волка, понимаете? Сергей. Мужчина, он волк. Волк, хищник, да? Мужчина, он волк, он должен приносить. Добыча. Вот как раз языка сняли. Вот большой вопрос. Скажите, бизнес и творчество, вот в стиле Дудя, вопрос про бабло. Про бабло. Как-то это начинает перевешивать, либо в одну сторону, либо в другую, либо это все ровно пополам у нас делится? Когда-то мне пригласили, меня предложили стать заместителем генерального директора одной крупной металлургической компании по связям с общественностью. Потому что я уже тогда преподавал, у меня был свой курс по психологии рекламы, и они же нас спонсировали и так далее. И став этим человеком, с хорошей зарплатой и с перспективой развития этого всего, я понял, что против своей сущности не пойдешь. Поэтому творчество, дорога, смех, а если за это еще и платят, то это вообще как? Так это вообще подарок судьбы. Это совпадение всего на земле, что только может быть. Понимаете? Заниматься любимым делом, еще и получать за это деньги. Наверное, вот так. Сергей, а мы с Машей-то вас понимаем. А я вас вижу по глазам. Да, да, да. Нет, ну на самом деле это дорогого стоит. Сергей, ну у вас же скоро юбилей. Уже придумали? Чего, возьми. Как будете отмечать? Я не могла, я не могла обойти. Закройте кто-нибудь и роман. Сергей, а мы-то с вами договорились. 40 и чуть-чуть. Чуть-чуть. А Маша сдала. А знаете почему? Потому что у вас день рождения 22 июля, а у меня 20. А вы рак или уже лев? Рак лев ровно. Рак лев. Потому что я родился в 9 часов вечера. К вам подмазываться на день рождения прийти. Просто я перевожу слова. Не, мне просто реально интересно. Учитывая количество моих друзей по всему бывшему Советскому Союзу, вот, и не только там. То есть я задаю себе вопрос, где я должен его спраздновать, эти дни рождения. И получается съехаться могут все только в Москву. Ну. То есть куда-то поехать. У меня были разные мысли. Там и в Одессе собрать на берегу моря. И уехать там в Турцию, и в Европу, и так далее. Может дать бенефис. То визы у кого-то нет, то кто-то не въездной в Украину. Потому что я говорю, ну что, остается только вот. Столица нашей Родины. Матушка Россия. То есть все приедут сюда. Буду звать всех, приглашать, собирать. Будет концерт или будет такое? Сидеть, плакать, вспоминать юность. Потом, знаете, как говорят в России, говорят, вот, бывает, сидишь и думаешь. Ешь твою мать, а потом выпьешь и думаешь, ну и хрен с ним. Вот сейчас бы хорошо так и закончить как раз на этой празднике. И это главная философия русского человека. Друзья, живите с улыбкой и легко, да, как Сергей Писаренко. Ну, а все-таки какие-то планы есть у вас по поводу того, друзья приедут. Какой-то сюрприз для них все-таки будете организовывать или нет? Я намекаю на сольный концерт, естественно. Я просто, мы сейчас понимаем, что вы в эфире. И надеюсь, его не будет смотреть моя супруга. Вот. Главный сюрприз, который я хочу, я хочу собрать своих близких друзей и сказать, а вот давайте, ребятки, сядем в самолет, дома перед моим днём рождения и устроим мальчишник на моём днём рождения. А потом вернёмся и с ощущением полного счастья сядем за стол уже с женщинами. А я правильно понимаю, что в самолет надо сесть тоже в Москве, он сделает пару кругов, соответственно, от Шеребетева. И такой лимузин, самолёт, и обратно сядет, и все, ага, вот мы наконец-то и сделали смело. Как мне говорит супруга, всё время говорит, мужчина всё время, когда говорит о том, что он что-то сделает, что он там говорит, я вот пойду по бабам, говорит мужик, он говорит, в этот момент мужчина озвучивает все самые страшные страхи свои. Самые невероятные страхи, когда обещает что-нибудь такое. То есть не желание, а наоборот страх. Сергей, ну вот всё-таки уже настало время нам немножечко закругляться. Может быть, самый смешной случай за вашу карьеру? Коротенький. Или шуточку? Анекдотик. Что-нибудь самое такое весёлое, да. Из последних, самых смешных абсолютно историй, которые меня просто поразили, понравились, так сказать, своим юмором. Это когда тёща собирается, стоит возле велосипеда. Уже смешно. Окачивает колёса, подправляет его, а зять высовывается из окна и говорит, мама, куда вы? Она говорит, я на кладбище. Он говорит, отлично, а кто велосипед назад пригонит? Это, это да. Такой чёрный ёрочек, друзья. Это да, а вот я понял, Сергей. Ну что ж, друзья, настало время заканчивать вечерний прямой эфир. Очень не хочется, ещё обо многом хочется расспросить. С вами был сегодня Сергей Писовенко, ваш новый Майк Войс. Пока!